всем привет зашла в теплицу хочу вам показать кое-что вот посмотрите на мой кабачок отгнивает видите как вот вот этот засох это тоже уже что это почему это кто знает подскажите пожалуйста так салатик пошел в цвет повыдергиваем это перец острый вот три кустика помните посадила клубничка краснеет у меня надо вечера оставлю как раз она будет сама эту лимон посмотрите на мой лимон посмотрите сколько лимончиков вот видите вот вот видно вам почему-то отвалится отвалится желтенький вот лимончики не знаю сколько из них вызрит вон еще вице вот вот тут еще помидорчики краснеют тоже краснеют надо их наверное смотрите буквально пару дней не заходила и надо этим побрызгать тоже то что осталось вот эти сейчас срочно обрезать посмотрите срочно-срочно так и покажу вам огурцы ну это свекла у меня эти листья пропадают вот огурчики вот такие огурцы я посадила помните когда вам говорила 33 куста улитка ползает по ним так три куста посадила это столько вот для еды вот эти огурчики посадили только для еды мы уже собрали несколько сорвали уже поели и дети и все а вот эти вот мелкие видите вот эти вот маленькие огурчики я их сажала специально для засолки чтобы солить ну вот видите есть в прошлом году тоже была картина вот такая же картина была что они пытаюсь зацепить этот огурчик эту веточку ну ладно она сама зацепится вот это что я хотела сказать прошлом году была такая же картина у меня на этих огурцах то есть их было очень много но они очень долго висели такие мелкие знаете вот один растет это тоже такие большие хотя неизвестно ну наверно да большие огурчики да это вот с прошлого года у меня просто семечко упала вот этот вот куст и вот этот куст они просто вылезли здесь нужно подцепить ведь вот эти или обрезать или подцепить в прошлом году у меня вот на этих огурчиках да на мелких была такая же картина то есть их было очень много вот они вот так у меня висели не росли потом к осени они все вдруг решили созреть в одно время их было огромное количество вот вот такие дела вот растут цепляется сам сейчас туда перейдем кто тут пришел кто тут мяукает здрасте сиди там нечего сюда есть так вот эти помидорчики тоже растут там уже краснеет кисть все уже можно собирать и помидоры потихонечку и огурчики тут тоже вам видите покраснели несколько штук вот эти цветы нужно побрызгать мне сейчас этим бурной кислотой вот у меня за стоит раствор немножко остался сейчас по брызгая бутерга посмотрите что осталось вот буквально несколько зеленых ягодок жимолость птицы съели не знаю тут осталось ягодка какая-то смотрите засохшие все остальное съели птицы и вот здесь вот видите вот две ягодки эрги осталось то что вы слышите это отпугиватель от птиц мы купили специально вот если только это работает вот смотрите черноплодная рябина много на ней розочки мои осыпаются то что вы сейчас слышали это отпугиватель для птиц мы купили специальный фермерский вот слышите шмель летает дурочка нет и что по розам прыгает вот мы купили специальный фермерский отпугиватель он издает вот такие звуки я думаю что вот это единственное что работает он работает на батарейках к сожалению но в общем меняем батарейки отпугивает хотя бы пока вижу видим пока эффект солнышко выглянуло посмотрите сколько муж мол и в этом году дерево разрастается у меня в этом году больше конечно ягод вот на том вот дереве на втором вообще много я надеюсь что они дозреют в прошлом году мы их не поели потому что не знали как их есть нам было несколько штук всего лишь тут даже цветочек еще вот есть вот в этом году соберу говорят ее нужно заморозить вот и так кушать смотрите видите вот стоит вентилятор многие мне говорили что нужно повесить диски такие чтобы они как сказать отсвечивали солнце ну во первых вот наше солнце во вторых вот такие вентиляторы у нас стоят вот его кстати нужно наверно повышенного туда переставить чтобы он и крутится и отсвечивает видите отражает солнце но не действует ребята ничего вот это не действует не работает яблочки это моя кошка скачет котенок скачет как лошадь вот это яблочки я уже говорила в предыдущих видео конечно очень сильно заметна разница когда опрыскиваешь борной кислотой цветы вот смотрите сколько яблок в этом году в прошлом году были вот на этом дереве всегда яблоки но это дерево у меня больной я вам говорила вот видите да никак не избавиться что мы не делали каждый год 1 2 ветки появляются вот с такой болезнью но жалко мне рубить это дерево просто ведь и насколько фруктов на нем на этом дереве тоже много яблок и вот это вот посмотрите усыпана просто яблоками вот сейчас их лучше видно я вам уже снимала это дерево просто яблочки были такие мелких было не очень видно хорошо но вот посмотрите в прошлом году было по моему три яблока два из них ветром сдуло и оказалось осталось только одно яблочко в итоге вот а в этом году смотрите вот сколько их будем с яблоками вот это яблоко не могу вам сказать что она очень вкусная она как бы не сладкая но сухое но внутри она насквозь розовая из него будет отличный компот или отличное варенье вот попробую из него сварить варенье компот у нас не очень пьют а вот варенье я думаю будет вкусно и попробуем попробуем посмотрим что будет на груши у меня в этом году не было ни цветов не ягод не фруктов смысле слышите пищит его наши коровки лежат отдыхают слышите какая тишина и он не скачет пусть хочу пусть будет она уличная кошка пусть гуляет по улице нечего и в доме делать не знаю может она там у меня птичек отпугивает ты птичек распугиваешь это на за мухой гоняется вот в том заборе видите в соседском у нас живут эти дрозды оттуда пешочком выходят и прямо на ягоды ой слушайте смотрите сколько яблок посыпалась только сейчас заметила но просто очень много дерева видимо не выдерживает такое количество яблоко это думаю думаю где обе таскает яблочки вот она откуда их таскает вот такие у нас дела забыла вам вот это дерево показать посмотрите это дерево помните я вам говорила на котором привито говорил опять разных сортов но это не пять разных сортов опять разных веток было привито два сорта по моему были одинаковые и вот посмотрите опять же повторюсь вот это осенний сорт опять же повторюсь какая разница когда опрыскивали мы борной кислотой вот в прошлом году практически здесь было совсем там одно-два яблочко и вот такое же розовое яблоко здесь одна ветка это свои яблоки вот это для готовки бармлей сорт это свое дерево дает яблочки вот и еще вот здесь тоже такие же яблоки в общем посмотрим что получится с той стороны вот на той стороне другие другой сорт привит но посмотрим мы тут очень много веток обрезали в прошлом году видите вот вы отрезали смазанные не этим варом и вот там тоже видите вот тамик спилил ветки которые как-то торчали не очень хорошо вот и мне кажется дерево решила испугалась что мы его срубим и решила дать хороший урожай рядом черешня на которой нет ни одной ягодки не было ни цветов ничего розочки мои вот она бегает давай давай бегай на винограде вот этот виноград у нас приехал из молдавии друзья привезли и на нем ведь сюда в этом году там был второй он погиб и вот ведь виноград тоже нужно вот эти ветки просто наверх вот так переставить чтобы они как бы по верху росли а этот виноград мне подарила аня дала тоже совсем маленькую веточку и вот видите тоже уже на нем виноград вот там был еще один ну он погиб тоже я бы выдернула там ни корней ничего не было просто торчал тамик там посадил фасоль совсем недавно нет еще не вылезла и сеткой накрыл от кое-кого да да ты там копошилась в других местах копошись такая попрыгунья видите к птичкам прислушивается иди-иди охотиться иди пугай их пугай мы ее как только принесли домой она тогда уже знаете вот вышла вот сюда на улицу вышла рядом с птичка села на траву даже не рядом она тут же приняла такую позу знаете она во первых замерла сразу даже ножка у нее в воздухе зависла она смотрела на птичку и сразу тут же принес приняла такую знаете охотничью позу я думаю надеюсь надеюсь что она будет охотница мыши нас не беспокоит они есть конечно в компосте конечно они есть но вот так сильно они нас не беспокоит а вот птицы принципе знаете мне бы вполне было достаточно чтобы она их пугала даже если бы она их не ела там не охотилась на них неважно главное чтобы они не не ели ягоды то есть главное чтобы они боялись знали что есть кошка и не приходили да это твоя работа мия чипосечка он ведь все там птичка ходит маленькая маленькие птицы они не пред не доставляют никаких хлопот не знала видно или нет вон она ходит там птичка не видно ее какая-то трясогуска видно а эти две вот они играет обе ходила ходила по траве решила пописать прямо тут поставили вот такой домик сделали просто временный поставили что бы она и было где спрятаться мы ее как-то утром мои уходили на работу и не смогли найти вот она гуляла где-то они ее не нашли мы и поставили домик чтобы она могла туда зайти хотя бы от дождя спрятаться и да когда тамик вернулся с работой она там сидела тут же открыл дверь она пулей понеслась домой